во имя отца и сына и святого духа проповедь из книги лапкин и гнатий тихонович открытым оком том 9 он прощает 2 часть псалом 102 стих 3 он прощается беззаконие твои исцеляет все недуги твои эти слова написанные три тысячи лет назад для евреев имели смысл более понятный чем для нас сегодня они знали что он прощает но наказан будешь я нахожу такое сравнение весь мир это тюрьма а тюрьма за высокими стенами охраняется никуда не выйдешь там еще разные отряды есть зоне отделения бывает примерное есть передовое льготы лишние передачки можно получить но люди все равно в тюрьме находятся израиль находился в положении этого привилегированного отряда иаков говорит бытие 37 35 с печалью сайду к сыну моему в преисподнюю иаков это внук первого избранного еврея авраам он не говорит что я умру и буду со христом апостол павел когда готовился из этой жизни уйти говорил 2 тимофей 4 8 а теперь готовится мне венец правды который даст мне господь праведный судья в день он не только мне но и всем возлюбившим явление его ныне же неподземная тюрьма готовится шел и неподземное жилище псалом 106 16 ибо он сокрушил врата медные и вере и железные сломил они там пленниками сидят 1 петра 3 19 которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедал 1 петра 4 6 ибо для того и мертвым было благовествуемо чтобы они подвергли суду по человеку плотью жили по богу духом христос ходил и проповедовал им значит весь мир тюрьма а там бывают заразные преступления матфея 6 12 и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим так господь сказал еще ветхом ветхозаветным иудеям церкви тогда не было это мы сейчас прицепились к этим словам а эти слова ветхозаветные им было обещано что если ты не простишь то и тебе бог не простит каждый человек сам по себе есть разбойник против бога разбойник мог бы кому-нибудь простить да он и не мог ничего но уже наступил переход в новозаветное время теперь грех прощается милостью божией крестом его римлянам 58 но бог свою любовь к нам доказывает тем что христос умер за нас когда мы были еще грешниками 1 она 1 7 если же ходим во свете подобно как он во свете то имеем общение с друг другом и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха не просто сидим дома одни но имеем общение не написано что в храме или где-то еще в общении дружественном дружественном то кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха иногда просто пишут кровь иисуса христа очищает нас от всякого греха впереди надо ставить многоточие так как это всего лишь часть предложения впереди оговариваются условия при что при соблюдении первого правила срабатывают и последующие это не безусловно безусловно когда говорится так все будете расстреляны до единого и обязательно но если говорится расстреляны будут все которые не вернут похищенные которые не покаются это уже условие поставлено значит можно избежать можно бывает так что учатся где-то солдаты а у них еще боевых патронов нет они учатся разбирать собирать быстро оружие свое но стрелять они еще не могут в подобном положении находились ветхозаветные праведники они учились бороться с грехом но победить не могли потому умирая они шли в преисподне места земли они учились творить милостыню быть кроткими смиренными прощать врагам это они знали но высоты духа новозаветного у них не было у них никто даже не помышлял о девстве этого вообще ветхом завете мы не видим даже иов давид не посягали на сие у давида 10 джон он жил как падишах а ушу соломона для ясности лучшего промолчать и говорить не надо тысячу женщин в новом завете совсем другое павел одобряет если ты не женат 1 коринфянам 733-34 а женат и заботиться о мирском как угодить жене есть разность между замужнюю девицу и незамужнюю заботиться о господнем как угодить господу чтобы быть святою и телом и духом а замужняя заботиться о мирском как угодить мужу но ему сроду не угодишь он чем старее тем ворчливее а замужняя говорит чтобы была чистой телом и духом видите что ветхом завете этого ничего не было евреи поставили условия каждая девушка достигшие 12 лет должна была выйти замуж они боялись вдруг выбор божий падет на ту которая не выйдет замуж от нее должен спать спаситель родиться а мы план божий нарушим вот как раввины понимали государственный закон выйти замуж а я не хочу на тебя никто не будет спрашивать богородице было неполных 15 лет когда она родила иосиф по обручнику было как считают 76 лет это вообще непонятно разница в 60 лет никакого значения это не имело и все люди считали что от него эти дети евангелие от луки 4 422 и все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати исходившим из узки его и говорили неосифов ли это сын поэтому когда говорится он прощает все беззакония твои это авансом залогом того что он прощает то есть будет прощать здесь данном случае давид говорит он прощает то есть за грехи не уничтожает и жизнь моя продляется когда приносит на фан обвинение на давида то давид говорит солом 31 5 но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего я сказал исповедую господу преступления мои и ты снял с меня вину греха моего второе царство двенадцать три девять тринадцать а у бедного ничего кроме одной овечки которую он купил маленькую и выкормил она выросла у него вместе с детьми его от хлеба его она ела из его чаши пила и на груди у него спала и была для него как дочь улья хитиянина ты поразил мечом жену его взял себе в жену а его ты убил мечом амонитян и сказал давид на фану согрешил я перед господом и сказал на фан давиду и господь снял с тебя грех твой ты не умрешь простил и все нет ты понесешь наказание а весолом тебя вышвырнет из дома твоего ты понесешь на себе гену твою ты всех жен потеряешь ни одной у тебя не будет ты за это будешь терпеть горе а в новом завете сразу господь говорит луки 23 43 истинно говорю тебе ныне же будешь со мною в раю мы велико имеем счастье называться и быть православными хотя это разница большая но надо этого достигать чтобы меньше было разрыв счастье имеет толкование святых отцов каноны церкви законное рукоположение священства не как сектанты еретики которые самозванно возникли в таком-то году лютеране от лютера баптиста от джона смита от уильяма миллера елены уайт субботники адвентисты у них 100 200 400 500 лет дальше никого нет мы идем прямо от апостольских времен конечно это корабль зарос ракушками надо очищать его и мы видим как много всего ненужного в православии сегодня если подойдет кто-нибудь и скажет я согрешила 30 абортов сделал ну поезжай в почаево в девеева да почаще нужно исповедоваться причащаться библия так не учит библия учит чтобы ты принял христа чтобы ты уверовал в него потому что он стал заместителем за тебя невинный ангел невинный агнец христос сойдя с неба воплотившись от девы марии берет на себя грех мира вот это на первом месте мы всегда должны помнить об этом мы христиане поносим его имя и кто нас спросит о спасении мы скажем что у нас есть и моление есть священство и все это по благодати господа для искупленного человека пока человек не искуплен то не священник не колокола ему нисколько не помогут то что мы видим в городах строят храмы то можно сказать что не надо этого пока люди не уверуют во христа второе коринфянам 5 20 итак мы посланники от имени христова и как бы сам бог увещевает через нас от имени христова просим примиритесь с богом откровение 3 20 си стою у двери и стучу если кто услышит голос мой и отворит дверь войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною рисуют картину христос стоит у двери стучит рассматривая картину такого художника спрашивает почему нет ручки как открывать он говорит я специально не нарисовал потому что дверь открывается изнутри человек сам добровольно должен открытие если христос стучит ему не открывают то он иногда очень сильно стучит и дверь выламывает то есть человек умер разрыв сердца или еще что-то кто уверует примет меня буду вечерять с ним даже в позднее время в старости когда тебе уже за 50 я зайду и буду кормить тебя священным писанием божественной пищей причастием христовым в церкви христовой телец упитан заколот вот что означает слова прощается беззакония твои а не так что я в один монастырь схожу одному батюшки исповедуюсь потом к другому к третьему по частям грехи свои тяжкие и тайные разнесу сколько нужно времени для получения прощения святые назначают час два три хорошо бы три дня после того когда ты только услышал что христос умер за тебя на галковском кресте сколько разбойник висел три часа шесть часов больше не было у него даже имени нет история не сохранила он прощается беззакония твои человек сознается и говорит господи возьми мои грехи на себя я виновен я достоин в аду гореть это мое место и когда мы ищем божьей справедливости мы ищем смерти себе мы должны искать несправедливости справедливо наказать преступника руки отрубить как в тунисе делается мы же ищем милости господи по справедливости ты наказал меня по справедливости я в ад пойду но ради милости твоей прости грехи мои и когда сегодня человек начинает приближаться к богу задумывается о вере то говорит как я могу проверить бог прощает они прощают вот я хожу в церковь притом уже не один год читаю библию но где у меня в том уверенность что меня бог простил уверенность это в слове божьем ты про себя знаешь что ты не лицемерно это делаешь да я искренне веру больше тебе ничего не нужно бог не сказал что если ты будешь чувствовать этого ни в одном месте библии нет чувствование иисусова у нас должны быть марка 16 16 кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет мы это сейчас слышали и внешне это выражается так человек со слезами склоняется перед богом римлянам 623 его возмездия за грех смерть а дар божия жизнь вечная во христе иисусе и господи нашим если точно знаешь что ты избавлен от смерти то как ты будешь радоваться конечно не дай бог кому-то испытать такую опасность но кто испытал тюрьму или плен и вдруг освобождение он не может опомниться вспомните кавказского пленника льва толстого когда он бежал из татарского плена его ловили все-таки дошел до своих он ничего не мог говорить ему колодки с ног сбивают а он только братцы братцы он ничего не может сказать ибо он висел на волоске и вдруг полная свобода мы видим общину ты можешь говорить братцы братцы куда я пришел в этом общество святых искупление богом все святые это мы так привыкли я грешный многогрешный а вы все святые запомните что вы святые а то грешный многогрешный господи помилуй господи помилуй так не учит библия библия открывает нам что мы были грешниками но были богом искуплены ефесянам 2 19 так вы уже не чужие и не пришельцы но сограждане святым и свои богу да мы согрешаем где-то как дети которые являются непослушными родителям для этого существует вечерняя молитва и для этого существует таинство таинственно невидимо бог прощает грехи когда к савлу зашел она не он говорит деяние 22 16 и так что ты медлишь встань крестись и омой грехи твои призвав имя господа иисуса псалом 50 стих 4 многократно мой меня от беззакония моего от греха моего очисти меня а мой то есть грехи на душе тело омывают водою а душа омывается кровью иисуса христа веришь ты в это или не веришь что интересно сектанты многое изменили в том что они имели когда были в православии но даже неправильно по-своему но они пытаются всех крестить баптисты крестят и гависты крестят даже они и они верят по-разному одни считают христа за бога другие за тварь но все считают что он безгрешный библии написано так откровение 15 4 кто не убоится тебя господи и не прославит имени твоего ибо ты един свят все народы придут и поклониться пред тобою ибо открыли суды твои никого нет без греха ни одного основателя религии никого кроме иисуса христа потому что он безгрешный сошел с неба и он даровал земле церковь и он основал ее церковь была основана в начале из евреев как повествуется во второй главе о деянии все онской горнице и в 10 главе деяний святых апостолов доме кормили когда на язычников сошел дух пятидесятницы 2 10 главы соединяются вместе он удалил средостение и вы между язычниками и время стояла стена и он ее удалил кровью своей фисянам 2 15 упразднив вражду плотью свои а закон заповеди учением дабы из двух создать в себе самом одного нового человека устроя мир чтобы у нас не было но победа над грехом кровью иисуса христа надежда в крови иисуса христа мы пали златоус говорит сколько раз пали столько раз и вставайте это не означает что иди и греши но если это случилось и ты точно осознаешь положение свое погибельное то помни что бог дал на земле священников не самозванцев как у сектантов а священников то есть апостолов апостолы рукоположили епископов вот он к нам приезжал епископы рукополагают других те следующих это рукоположение называется хиротония где существует разрыв хиротонии там церкви нет сегодня у католиков церковь у них заблуждение папские претензии на главенство это ересь но это церковь она имеет рукоположение григориана армянская это монофилиты монофизиты у них тоже церковь есть эфиопская и сирийская я не говорю о спасении от догматики но у них есть рукоположенное священство к нам приезжала англичанка она английской веры и они доказывают что у них есть рукоположение при том это доказательство приемлется нашим православным синодом что действительно там сохранилось рукоположение иоанн златоуст говорит что священник на тебя возлагает руки он тебя крестит ни один из смертных этого сделать не может отпустить грехи это дано только священству без этих рук нет отпущения смертных грехов скажет нам разве так написано где-то библии так такими словами не написано но намек дается а если человек не верит василий великий говорит мы много имеем оттуда пришедшие с веками и помним по другому никогда не было павел говорит 1 тимофея 4 14 не не ради а пребывающим в тебе дарование которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства деяние 247 хваля бога и находясь в любви у всего народа господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви деяние 14 23 рукоположив же им пресвитеров каждой церкви они помолились с постом и передали их господу которого уверовали бог сам рукополагает совершает таинство крещения дарует прощение грехов деяние 22 16 и так что ты медлишь стань крестись и омой грехи твои призвав имя господа иисуса марка 16 16 кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет не подозревал не подозревал давид как он получит прощение грехов своих но образ у него уже был истина еще не явилась все было в прообразах ягнятых жертвенных овечье овечье купельня купальня в новом завете купель при крещении словесных овец они овечек приносили в жертву но сначала омывали их они их прогоняли через купальню далее заходя в храм люди видели море медную умывальницы 3 царств 7 23 и сделал ли то и из меди море от края его до края его 10 локтей совсем круглая вышиной в 5 локтей на 12 валах стояла и священники умывали всегда руки но главный смысл этого троекратное полное погружение в воде при крещении в библии нет ни слова троекратного погружения 50 правило апостольское говорит если кто епископ или присвитер совершит не три погружения единого тайна действия но одно погружение даваемое в смерть господня да будет извержен ибо не говорил господь смерть мою крестите но идя научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа если не три погружения не крещен кто крестит ладошкой по голове его надо извергать из сана и поэтому когда говорил давид он видел это теневое как через туманное стекло павел говорит 1 коринфянам 13 12 теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно так даже лицом к лицу теперь знаю я отчасти а тогда познаю подобно как и я поздно евреи ветхозаветные не понимали этого мы же новозаветные люди и понимаем если потом я согрешаю бог позаботится еще будет лекарство причастия пост мы приготовляемся исповедуемся нужно ли это да нужно из этого сделали опять же не так а чисто механическую процедуру надо чаще исповедоваться грешить потом на исповеди все рассказал грехи батюшки отнес батюшка принял грехи у каждого исповедника как сухие шкуры бычья хош сырье когда мы идем к нему на исповедь то он говорит я только человек я только свидетель я не могу прощать но властью данный мне от бога да разрешишься сто втором салме царь давид когда об этом говорит то он имеет ввиду будущее чего нет но что применено придет рог осия 9 1 не радуйся израиль до восторга как другие народы ибо ты блудодействуешь удалившись от бога твоего любишь блудодейные дары на всех гумнах а для преисподних как через принятие иисуса христа потому что христос сошел в преисподние места в пятницу его распяли и он в пятницу сошел туда в субботу полностью день и и ночь был там и воскреси воскресное утро воскрес рано эфисянам 4 9 восшел что означает как не то что он и не сходил прежде преисподние места земли и всего было гробе господь наш иисус христос немногим более суток но так как это все таки было с пятницы по воскресенье то и принято считать что три дня его пребывание в огроме а душой три дня он был преисподних местах и там проповедовал да неужели не все приняли его преисподних местах я этого не понимаю но говорит но говорят что не все те которые ненавидели бога они там продолжают его ненавидеть даже там у них как пишет достоевский может он берет из святых отцов такое отчаянное состояние душ что они просят бога чтобы он сам себя уничтожил такая ненависть злоба такие есть им царя не надо царя расстреляли потом друг друга начали уничтожать он прощает все беззаконии твои чтобы ты в обновленной жизни стал служить богу был подобен ему когда он умывает тебя дарует одежду тебе во христа крестившемуся мы во христа облеклись найди где предпро предают преподают настоящее правильное крещение где будет у тебя научение кахетизация где ты сможешь сказать да я принял христа я обещаю служить ему доброй совестью вот что в крещении надо говорить 1 петра 3 21 так и нас ныне подобное сему образу крещения не плоской нечистоты омытия но обещание богу доброй совести спасает воскресением иисуса христа 1 тимофей 1 5 цель же увещание есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры и когда говорится что спаситель прощает все беззаконии свои это как звезда сияющая этот псалом 102 на вечерние мы его читаем это означает что встретившись со христом кровь его святая омывает нас от всякого греха и мы оправданы им уже жить для себя не можем мы должны каждый шаг свой отдать под контроль духа святого кого какого он дает верующему в него мы ему поклоняемся воскресение христово увидевшие о чем сейчас пели воскресил его расторгнув узость смерти потому что поклонимся ему видевши видели душою верую воскресение означает то что он безгрешный умер за меня и воскрес деяние 224 но бог воскресила его расторгнув узость смерти потому что ей невозможно было удержать его римлянам 425 который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего аминь